Вербное воскресенье 2021, когда будем праздновать важнейшие традиции и запреты. Вербное воскресенье в 2021 году будет поздним, как и сама Пасха. Большой праздник по православному календарю мы отметим 25 апреля. Этот день по-церковному называется Вход Господень в Иерусалим, ведь согласно Библии, незадолго до распятия Иисуса, едущего на осле, встречали в городе, устилая путь пальмовыми ветвями и одеждой. Каких традиций нужно придерживаться, что можно и нельзя делать, читайте ниже в нашем материале. В этот день в храмах с утра начинаются богослужения, ведь Вербное воскресенье – один из двунадесятых важнейших после Пасхи праздников. Верующие вспоминают события, описанные в Евангелии, а именно в книгах всех четырех евангелистов. Главные традиции Вербного воскресенья Богослужение в храмах сопровождается принесением зеленых ветвей и цветов. Как правило, это ветки вербы, которые символически заменяют пальмовые. Такие ветви освящаются водой в церкви, и их принято хранить до следующего года. В доме освященной ветви раньше ставили возле икон, это якобы защищало от злых духов. До нашего времени дошла милая традиция бить друг друга вербой, приговаривая «не я бью, верба бьет». После чего желали крепкого здоровья, как у вербы. Еще одна традиция связана с поеданием вербовых почек. Согласно поверью, это может защитить от болезней горла и зубов. Вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений тех, что растут вблизи кладбищ. Что нельзя делать в день вербного воскресения. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, а также убирать в доме или тратить время на бытовые дела. Считается, что этим можно привлечь несчастье. Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Ведь так можно навредить себе и своим родным. В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день, привлечете неприятности. Запрещается посещать увеселительные заведения, шумно праздновать пить. Алкоголь. Нельзя выбрасывать прошлогодние веточки вербы, вместо этого их нужно сжечь. Запрещается устраивать любые поминальные обеды. Приметы праздника. Если погода ясная и теплая, будет урожай фруктов и хлеба. На улице ветрено, лето будет прохладным. Неожиданно ударил мороз, хорошо уродится пшеница. Чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Хорошо начнет расти, к прибыли, завянет, к убыткам. Отметим, что в этот день, верующим, соблюдающим Великий пост, разрешается некоторое послабление диеты. Можно себе позволить полакомиться рыбой и морепродуктами. Ранее мы писали, когда в Украине Пасха, и в чем будет особенность Великого праздника в 2021 году.